Мы продолжаем наши разговоры, вот остановились на том, что действительно вы получали лечение не только для ребенка, но и для себя. И, наверное, прозвучало у Нади, что оказалось достаточно неожиданным, что вот как бы так приехали заодно, а выяснилось, что есть проблемы, и проблемы, ну, скажем, вот... Да, я никогда не думала, что у меня есть моменты со спиной, хотя сейчас я понимаю, что, ну, такой груз мы на себя где-то взвалили, что, ну, и на себя где-то, ну, там кольнуло, там стрельнуло, ну, что на себя обращать внимание, у нас все внимание было на Артема, а здесь есть возможность уделить внимание и себе, и ребенку, и сейчас, конечно, небо и земля, как я себя чувствую и по спине, и по вообще ощущениям. А у меня вот такой вопрос хитрый немножечко, да, я вообще такой товарищ, вредный по природе, да, а вообще надо было это делать, вот, ну, чувствовался, а там кольнуло, ну, и гусеник, и жили, и жили. Нет, нет, надо было. А зачем, а зачем? Ну, чтобы дальше жить, уже ребенок-то будет, ребенок становится здоровым, а мама и тетя тоже должны быть подстать ребенку. Вот, вот, услышите, пожалуйста, то, что говорят сейчас девушки, потому что меняется не только состояние здоровья, меняется взгляд на вообще жизнь в целом, и вот мне очень интересно, что в этом плане у вас поменяло за эти, там, две с половиной недели, что вы здесь? Ну, вообще изменилось очень многое. У меня планы тоже определенные на жизнь, и благодаря определенным рекомендациям тоже есть очень много планов жить, быть здоровой, быть молодой, быть красивой. Выяснили, что жить на самом деле это хорошо. Это хорошо, да. Есть моменты, на которые надо обратить внимание, я приняла рекомендации буквально и уже занимаюсь полностью здоровьем и оздоравливаю не только племянника, но и себя. То есть и дальше буду это делать. Вот, вот, вот это действительно очень важно, потому что эта система, как бы, она единая. Действительно, ребенок вырастает, ребенок становится здоровым, а свои болячки, свои они тянут, они не дают возможность, опять же, дать этому ребенку гораздо больше, чем может дать здоровые близкие люди, да, и как бы ничего не тянет. Ну и давайте все-таки вернемся, что происходило с Артемом за это время, наверное, это очень важно услышать тем людям, которые вам помогали. Вот, они же все-таки, наверное, должны понимать, что, ну, как бы, да, помощь оказалась нужной. Вот, что же произошло с Артемом вот за эти, там, несколько дней, которые вы здесь были, там, да, пару недель, как менялся он сам? Ну, первое изменение мы с Надюшкой заметили, когда буквально там второй день был. Два дня прошло. Два дня, на третий мы собирались сюда, в клинику, и уже в прихожей, в номере я смотрю на его уши. Ну, дело в том, что мы думали вначале это родимые пятна, были красно-бордовые уши у Артема. С рождения. Да. Но мне казалось, вначале я думала, это пятно родимое, и на том, и на втором. Потом показалось, думаю, ну, наверное, наплакался или там перевозбудился, покраснели. Может, почесал руку сам. Или жарко, или почесал. Но когда я стала замечать это, ну, наблюдать изо дня в день, я поняла, что это у нас с рождения. Они горячие были, я как тетя стала замечать, что я говорю, что у него с ушами, почему они какие-то бордовые, именно горячие. То есть ты, ну, может быть, за ушко подергал себя или сам, или ты там за ушко. Она говорит, да я ничего не делаю. Я стала наблюдать, когда я была у них в гостях, что уши вот такого цвета. А здесь мы обратили внимание, что они, ну, естественно, человеческого цвета, нормальные уши. Нормальные уши, да. Это, конечно, был первый момент и первая большая благодарность, что мы поняли, что что-то произошло. И уже здесь Юля спросила уже. Да, та причина, ну, так скажем, да, давайте формулируем, та причина, из-за которой вот эта проблема была, ее устранили. Ее устранили, да. Да. Юсеф объяснила, и вы, как бы, подтвердили, что ушло внутричерепное давление, которое вызывало вот это вот, да. Скажем, да, нам было понятно, изначально, сразу, ну, вот, как бы, причем мне очень интересно, что до этого момента, как я понимаю, вы уже обращались многократно, никто об этом не говорит. Нет, ну, нам, мы правили первый шейный позвонок, Атлант, были небольшие результаты, скажем так, это было год назад, но полностью, конечно, нам картину не поправили. Ну, давайте остаемся в покое, пойдем дальше, что происходило дальше, все-таки вот сколько... Дальше, потом мы стали замечать о том, что на затылочной вот здесь вот части у Артема, ну, мало того, что не всегда давался докоснуться до головы, особенно там, где были, я так понимаю, ну, проблемы, боли там, может быть, еще что-то, было какое-то, ну, скажем так, более мягкое место, как это объяснить, не знаю, я не медик, но стала замечать, что у него прям твердо вот здесь вот, ну, как косточки вот прям видно. Череп. И когда я поделилась с Юсефой на приеме, она говорит, правильно, она потрогала, посмотрела, говорит, это отек ушел. Сказать, что я была в восторге, не сказать ничего, да, она так это обычно сказала, ну, а что ты удивляешься, это ушел отек, посмотри, у него стал меняться цвет лица в нормальное состояние, в котором должно быть. Осознанный стал, я стала замечать, мы стали ехать с ним в транспорте, вот в автобусе, и он смотрит внимательно, потом игру стали играть, там, по ладошкам бить, то есть тоже осознанный взгляд, я убираю ладошку, уже может схватить, может этот стал вдумчивым, то есть вот этот момент прям стал развиваться и стал более требовательным и терпеливым становится, ну, мне кажется, что как взрослый нормальный мужчина. Вчера они меня ждали возле магазина, почти 40 минут, там была на кассе какая-то проблема, и Артем, Надюша там, тетя там, мы ждем, она выйдет, мы ждем, и абсолютно спокойно, я уже смотрю, что Юля где-то уже... И, как вот я слышу, то, что вы говорите, да, вот как бы, да, не поднимался этот вопрос у него, стала, говорит, адекватная речь, то есть он общается... Он намного больше стал предложений, слов, вообще вот именно речь, речь, речь. Мудрых таких достаточно, то есть, ну, глупости еще, скажем так, вылетают, но... У нас было все ребенок вообще. Да, он ребенок, да, 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 мы это и понимаем, но сейчас вот он и требовательный в еде, то есть не так, что ему предложили, то это если он хочет макароны, он несколько раз скажет о том, что он будет макароны, если он хочет борщиться со сметаной, он скажет про борщ сметаны, то есть... Повзрослел ли он за эти дни? Да, да. Ощущение, что повзрослел в разы. И начинает развиваться, вот, ну, как по мне, определенными этапами, которые, может быть, где-то он недопроходил, он и туда ныряет, и дальше идет, и вот так интересно наблюдать, да? Ну, там почти последний вопрос, вот мне очень интересно, осознали ли вы, или понимаете ли вы, что будет дальше, то есть что, как бы, что от вас, ну, даже не требуется, а что от вас необходимо для того, чтобы в чем развивался дальше, то есть, как бы, появилась какая-то программа, какая-то цель, то есть вы поняли, что нужно с ним делать, чтобы, ну, вот, он излечился окончательно. Ну, как я это вижу, да, терпение, помощь в развитии, то есть, что он, ну, в какие моменты, какие направления он будет идти, помогать, вести, и дальше с ним тоже... И требовательность. А вот теперь давайте мы проведем вот такой интересный, как бы, да, мостик от того момента, когда вы до приезда, до общения с Давидом, когда было... Я просто сформулирую, а вы поправитесь, что-то не так. Когда была растерянность, когда неизвестно, за что хвататься, когда непонятно вообще, что его ждет, когда непонятно, что с ним делать, и о том, какое состояние у вас сейчас, когда вот сейчас прозвучало, да, вот уже понятно, что нужно делать так, нужно делать так, нужно делать так. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что помимо тех моментов, которые дает наш центр, он дает еще даже не направление, а программу, что должны делать родители, что им нужно делать, чтобы ребенок не просто до конца излечился, а вот стал полезным человеком. Чтобы он стал не просто догнал сверстников и стал обычным из них, а стал очень нужным для общества человеком. Нет, алгоритм действия однозначно сейчас сложился. И Артем, смотря видео, он ходит на плавание, он стал говорить, пойдем на плавание, приедем на плавание, Зои, где-то даже раскладывался, поехали к Зои, то есть это его преподаватель. Это тренер. Тренер, да. То есть, он как раз сейчас потом бабушку вспомнил, прабабушку вспомнил у него логически. И вот как раз сейчас алгоритм очень четкий, что продолжить обязательно плавание, заниматься, развивать, как он говорит, требовать, где-то ему объяснять, как вот, ну, те рекомендации, которые Давид говорил, и сейчас мы их применяем, и они уже работают. Вот я вижу результаты. То есть, дальше все дело для того, чтобы он становился, да. Вопрос традиционный. Святая земля, масса мест, которые, как говорится, хотели бы вы посетить. Что вы видели, и можете ли вы сказать, что вот эта экскурсионная программа, которую вы получили, она является как бы фактором лечения, еще одним фактором лечения, помимо работы специалистов. Или это так, ну, посмотрите, налево, посмотрите, направо. Ну, мы завтра поедем на Иорданию, потому что погода, ну, к сожалению, немножко не позволяла. А вчера мы с большим удовольствием ходили к стене плача. Достаточно огромное расстояние мы прошли, мы шли пешком, и мы прошли почти 19 тысяч шагов. И Артем шел очень довольный, дотрагивался. Мы постояли, потрогали стену. Он постоял и обратный пришел так, фух, устал. Мы говорим, ну, если взрослые устали, то это все экскурсионная программа, она тоже является одним из важным спектором лечения. Увелось ли вам использовать купальные костюмы? Еще нет, вот завтра это все планируем сделать. Завтра, и у нас еще 4 дня, я думаю, что мы реализуем. Погода уже позволяет. Да, погода позволяет, да. Ну, если мы на минуточку вспомним о том, какое сегодня число. О том, что сегодня 12 декабря, да. И вчера мы фотографировались в парке, как цветет шиповник. И на улице, ну, плюс 15, 17, 20 по-разному. Вообще, вот я так чуть-чуть в Далерическое отступление. Израиль такая страна, где в течение одного дня можно покататься на лыжах, на натуральном снегу на севере. Вот, и через, там, 5-6 часов искупаться в теплом море. Да, да. И загорать. И загорать, да. Причем сделать это все в течение одного дня без всяких особых проблем. Причем, вот, где-то прозвучало такое сравнение, что, знаете, такая маленькая страна, ну, как пальто. Вот одел и очень, так сказать, уютненько. Но, тем не менее, вот одного концерта другого. Нет, очень красиво, очень замечательно, и фрукты очаровать на вкусные. И в довершении мы уже заканчиваем наше такое, ну, поскольку у нас двое, так интервью получилось достаточно большое. Тоже традиционный момент. И я думаю, что вот из ваших уст это особенно, ну, скажем, вот прозвучит как-то вот так отчетливо. Что бы вы сказали или даже не пожелали, а посоветовали или предложили тем мамам, тем родителям, которые ищут пути, которые вот в отчаянии, в тревоге, впервые столкнулись вот с проблемами своего ребенка и не знают, вот вспомните себя в растерянности, в депрессии, не знают, куда обратиться, куда деть. Вот несколько слов для них. Девочки. Да-да, мы отвлеклись уже. Артемчик. Привет. Привет. Повернись. Привет, привет. А вот? Привет. Привет, посмотри. Ну, подождем. Ну, подождем, конечно. Да, ты тихо посиди. Ну, познакомься, это Артем, собственно говоря, вокруг которого... Садись, да, садись. Садись, спокойно. Не грехте. Только не надо забывать о том, что он вообще ребенок еще, да? Мы так вот, да, воспринимаем его, как уже, так сказать, мужчину. На самом деле, вспомните себя в таком возрасте. Так вот, я возвращаюсь к нашему вопросу. Это очень важно для тех, кто нас слушает, может быть, впервые, и для тех, кто знает такие семьи, которые, Юля, находятся в состоянии поиска, тревоги, депрессии. Ну, скажите им что-нибудь, Юля, Надя. Ну, я бы рекомендовала поехать сюда, в центр Бьер-Давид, непосредственно на очное лечение. Ну, если пока нет такой возможности, то рекомендовано заниматься дистанционно. Это приносит огромные результаты. Но, опять же, вернусь, что очное лечение – это очное лечение. Так же, как в медицине нет заочных отделений. Ну, на мой взгляд, это… В медицинских институтах нет заочных отделений. Я бы, как тетя, наверное, сказала бы, что пробуйте разные варианты. Вечерник практически тоже. Да, пробуйте разные варианты. Результат наступает вне зависимости от того, верите вы это или не верите. Ведь это работает. Поэтому я бы начала с дистанционного лечения. И дальше бы обязательно посетила эту замечательную страну. И этот центр, чтобы познакомиться лично с доктором Аркадием, с Давидом, с Юсефой. Спасибо вам огромное с Мариной, с Ашнумой. Подождем сейчас с Асафом, который все… Которые все… Иди, давай, иди, шагай, ты ее уделим уже нам внимание. Здравствуйте. 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 До свидания. До свидания. До свидания. Скажи всем до свидания. До свидания. Пока. Пока. Спускайся. Спускайся. Давай, давай, давай. Пока. Пока. Скажи «пока». Скажи «пока». Скажи «пока». Скажи «пока». Пока. Пока. Скажи «пока». Пока. Пока. Дядя Давид Дядя при записи Да, да, да Дядя при записи Так что Сейчас маму отпустят Ну, на этом, наверное, да Спасибо вам за Наш интервью Мы заканчиваем До новых встреч Будьте здоровы, берегите себя И до свидания Спасибо